Мир вам и Божие благословения! Прежде чем прийти на страдания, принять распятие, поругание, клевету, все страдания Христа, Господь торжественно на осле входит в Иерусалим. Люди ожидают от него земного царства, изгнания римских захватчиков, поработителей. А смысл был другой. Принятие божественных и возобновление законов, заповедей, о которых эти люди знали. Открытие в самом себе солидарности с другими, признание всех прав на жизнь и счастье. Перемена атмосферы, которая сложилась за многие тысячелетия после грехопадения. Человеческими средствами. И Господь входит в Иерусалим. Мало кто понимал. Первосвященники понимали, испугались и распяли Христа. Мы же торжественно называем это вербное воскресение. У нас нет вай. Пальм. И совершаем богослужением и духовная метаморфоза этого праздника – вхождение Христа в наши сердца через свое страдание. Абсолютное принятие Господа в нашу жизнь. И, наконец, понимание, что страдания даются не для страдания и страсти, а для исцеления наших душ и телес, ибо за ним будет воскресение. Вербное воскресение – это праздник близости Бога каждой душе и каждому человеку. За вербным воскресением начинается Страстная Седмица, и затем следует Пасха. Откроем в свои сердца Христу. Примем Его со словами Асанов Вышних. Благословен Господь, входящий в мир. Для спасения мира. Если родственница при жизни занималась колдовством, можно ли заказать отпевание? Это серьезное обвинение. Если человек занимался оккультизмом, колдовством составляющий, он не может быть в церкви. Никакого отпевания и погребения нельзя. Но прежде надо доказать, сколько ложно людей в порыве каких-то поисков виновных в чем-то, в засухе, в голоде, в разводе семей, там, в смерти младенцев сжигали на кострах на Западе. Убивали в мракобесии и в России невинных мужчин и женщин, даже детей. Если есть доказательства, никакого отпевания не может, ибо дьявол придет к вам и вас с собой заберет. Обычно таких людей и не хоронили на кладбище, за кладбищем и почему-то убивали осиновый кол. Не крест ставили, а кол осиновый. В разных народах христианских, по-разному, но в целом вот такая была структура. Берегитесь, чтобы не лишить человека благодати Божией по ложному обвинению в оккультизме, в чародействии, колдовстве. В наше время, как и тысячу лет назад, очень живуча эта традиция, опасная. Но самое важное, чтобы человек был крещеный. А если колдун или колдунья, экстрасенс, покаялись, то церковь допускает к отпеванию. Это очень серьезный вопрос в духовном плане. Нужно разбираться. Не всегда могу разобрать слова в храме во время службы. Что делать? Храм и богослужения Вообще-то объединяют нас в общую семью, в одно целое. А молитва у каждого, индивидуально стоящего, причем к плечу верующих людей, мужчин и женщин, разного возраста и детей, внутри нас. Она может быть и, Господи, помилуй, и может быть внутренним повторением, зодиаконом или священником каких-то фрагментов. Ну и, конечно, качество акустики храмовой. В какой-то мере в современности утрачены навыки, так сказать, и секреты храмоздательства. Тем более, что может быть разная и дикция проводящих богослужения, совершающих, священнослужителей, хора или на клиросе. Но все молитвы вы и дома можете читать и вникать. Богослужение есть ключ к пониманию всемирного значения веры в Бога. И участие в общем делании литургии является уже вхождение в Царство Божье. Это очень важное свидетельство того, что Бог пришел для всего человечества, а не для одного избранного человека. Не огорчайтесь. Не понимаете? Но, Господи, помилуй, вы можете говорить внутренне, сердцем, от начала до конца богослужения. Так бы лучше и было. Мир вам и Божье благословение. Храм – это вообще место селения славы Божьей. И мы обязаны быть в храме и нести свою десятину для храма, и нести свое сердце, чтобы мир, наполненный испытаниями, грехом и страданием, не был уничтожающим фактором, а был благословляющим нами местом нашего пребывания. Храни всех Господь!